так 56 апрекоски прошли хорошо всего штук 40 полюня рассадил в холмы остальные лесной. Посмотрю, как лучи прерываются. На десять тысяч семян, как в прошлый раз тоже было, на десять четыре сам пола. То есть вы хотите на десять купить, это пятьсот, ну так, грубо, пятьсот штук. Так, как в прошлый раз тоже было, на десять тысяч было. Ну, то есть получается так, сорок штук. Ну, как это говорил Горький, скажем так, который они из устных храбрых поем мы песни. Я сам такой же. Александр, мысли как-то не беспокоят сильно, если на рисе у всяких кошка, а на даче у лесного массива леса, регулирующиеся, нагуляя подача в ночь. Ну, против леса есть свое время, есть еще и охотники, чтобы леса разгуливала в наше время, голодная. Не, на лесу очень не рассчитывать. Еще раз, в социальной периметра станции, несколько килограмм отравленных зерна, раскладывайте по бутылкам полиэтиленов, чуть-чуть расшивьте голод, чтобы туда удобно смогла попасть в мыши. Вот это по степени расшивьте, и все. А птиц туда не попадут. Так, дальше. Ну, сколько будет Семен, столько и ладно. Благодарю, как хранить лучше эту стратификацию. Ну, если вы мне напишите письмо на блученный электронный адрес, в крайнем случае на WhatsApp, я тогда уже никому больше обещать не буду, что есть у вас. Просто есть у вас. Просто тогда, вот-вот, чтобы с ней заслабить, напишите мне письмо. Кто вы хотите, это, это. То есть, вы называете цифры, а я положу, сколько вы запросили. Или меньше, ну, вообще на последнюю землюшку вашу. Вот так идет, кто-то у вас заказ, но в ростовый. Не просто там слив. Сливы бывают китайские, а бывают роскошные сливы. Сюрнир востока, венгерки. А бывают китайские скромные, как это, вот-вот, что вы вижу, я говорю, я пол шутяток сравниваю. Так, вижу от вас заказ. Данила, весель добрый. Я консервис, щелковица рассадил, пока ехал, даже не... А что, не? Даже не завел, пока ехал. А, вы, наверное, у меня были. Вы, наверное, на весе покупали. А вы, друзья, помню. Я даже сейчас не пойму, с кем говорю, Данила. Такое у меня голова. Даже не завела. Приятно. Смотрите, на данный момент никто еще не пишет. Вот. Давайте, наверное, накроем эту лорочку на сегодня. Я доволен. Вот почему. Для меня вебинары, это предоставительный клапан. Если клапан будет срабатывать, мне еще долго-долго, а нет, и закончил. Я на один вопрос ответил. Клапан будет долго-долго, а если я буду иметь возможность рассказываться. Если бы 5-6 лет назад я не завел, кстати, с охранным этим вебинаром, я бы не был на свете. Так, теперь, пока вот еще товарищ пишет, и я обещал человеку, не обещал, а просто представил. А у меня тоже шпора, напишите, я помню, отрыв, конечно, что надо путать от черта, тазики. Вот так, простите меня, если вы не слышите. Или запись услышите. Ну, ну, не ответил вам, это и вещаешь, и я не слышу на тысячу. Так вот, еще раз. Какого-нибудь у спора не будет, тебе могут отмечаться. Смотрите сюда. Ну, значит, шпора это нарос солью на обычной напятке. Так, наступаешь, получается, как будто наступил на гвоздь. Ну, остры, примерно так. А что касается официальной медицины, у меня лазером вылечили ноги, то есть, меня не сожгли лазером, и с тех пор у меня проболем нет, и ноги деператировать, по-моему, не будут. Мне не должны. Так, а что касается... То есть, это крайний случай. Но, шпора, это совсем другое. Тетлайзер не помог, лекарства никакие не помогли, глотал, глотал, а мне надо было работать. Вот эти. Вот. И тогда я придумал два тазика, повторяю, в одном тазике вода. Очень холодная, у нас всегда очень холодная вода. Вот такой район у нас. Вот. Вот она не на летом, она не нагревается. Такая ледяная. Вот. Что с ней нагревает. А, зима, это... А кипяток, вот такой, чтобы вот ноги ели терпеть. Это второй тазик. Начинаем от горячего, чтобы не просудиться. Держим ноги пока не покраснеет. Ноги чуть ли не этого. Чуть-чуть ли не обжигать. Вот, подержали. Ну, доставили там, допустим, до десяти. Терпели, как могли. Ноги нагреваются, перегреваются. Ледяную воду. Опять, может быть, до десяти, потому что можно просудиться. Вот, вот, наконец... А вначале даже не чувствуется холод. Вот она, вот остыли. Потом горячая, потом холодная. Ну, секунд десять-пятнадцать. У каждого шлои должны быть. Вот. Среднедельную спору вас не будет. Вот. Простите, что сразу вернули. Через две. Почему? Я распространял этот опыт. В то время, еще раз я был более популярен. У меня есть статья под названием «Время, проведенное в саду, не за счет и сусорой жизни». И там есть глава, называется «Секрет двух тазиков». Рассказал. Дальше. Я, вот так как у нас время, еще много до конца, да, еще полчаса, я имею право говорить все, что хочу. Я продолжаю. Значит, меня бы не было... Пусть повторяется, пригодится. Хотя бы одного спасти. Вот. Уже порядка тридцати-сорока лет я должен быть на том свете. Уже с Норильского у меня были дичайшие головные боли. С такими болями долго не проживешь. То есть, я даже, ну, кто бы знал, в Крани, приехал сюда, в Крани, ледяная вода, тоже среди лета. Вот. Значит, оставляю голову под осень, горячую воду, голова не терпит, волос просеет, длинная прическа мне не мешает, когда она изрядно перегрелась, а голова это половина всех сосудов организма находится в голове. Поэтому, другие места медленно нагреваются, и это остывает. А голова практически мгновенно. Если до секунды, она перегрета. Потом разшивая под ледяной водой. Потом обратно. И, клянусь Богом, если первые воды не помню, но последние, скажем, 35 лет, дожив до года, совсем 90 и больше, ни разу, ни одной голодной боли, хотя перед этим я был ходячий покойник. И суть был гарантирован. Сейчас я решу, ты не боюсь. Может быть, и суть у меня тоже на суще. Если существо страшное несчастье, которое невозможно пережить, то скорее счастья становится. Вот этот момент. Заметьте, опять холодная грязь в воду. Вот. Продолжаю. Время есть, прогодится. Может быть, брата попрошу отдельно выделить, отдельно фильмом. Почему? Потому что я в последнее время облигался. я брал натальзика, выносил из этой ванны, ставил возле телевизора, возле дивана, ноги туда-сюда. Да, доело. Я делаю по-другому. Прежде всего, я каждый день бываю в ватной. Вот. Мне почему-то кажется, что один день я себя не вымою, то я грязный. Ну, так кажется. Знаете, почему? Потому что есть такой анекдот. Чувший женился на белой женщине. Вот. И он спрашивает. Ну, как у вас жена? Все нормально. Жена у меня хорошая, только грязная. Когда не моется. Вот. И вот я чувствую себя грязным. Мой мой, мой, мой вот каждый день. Но я всегда наливаю в воду очень горячую воду. Я не жаряю, там сколько стоит эта вода. Младим по счетчику. Вот. И халтуем. Ну, сколько надо, сколько ночью. И очень сильно, так что я с трудом наступаю против кипяток. А мне нужно сесться. Я не могу. Я ссорюсь им еще не буду. И тогда я беру, открываю кран по очень сильно холодной воде. Я стою почти в кипятке. И подставляю. А нам, наверное, ноги тут же красные, тут же перегреты. Одну ногу подставляю. Подставляю. Стоя, стоя. Подставляю. А секунд десять она остывает довольно быстро. Так. Я наступаю теперь на эту ногу, поднимаю другую, как разную, вареную почти. Вот. И так несколько раз. И таким путем получается, спора у меня нет. Надеюсь, не будет. Но профилактика должна быть. Это не значит, что все в порядке. Еще такой спор. У меня, вот с помощью двух тазиков, мне удалось сделать так, что рассосаны с соли. Я видел эту спору. И сделал ее где-то. На пятки, на рост такой шип, похожий по размерам, нет. По форме на египскую пирамиду. Вот такой формы. Вот. И попробуй наступи на ее. Я ходил на носочках. Ну, пусть как балерин. Одна нога, вторая нет. Вторая была нормальная. И вот получается, в прошлые годы профилактика продолжается. Это не трогать. Пока я меняю ноги, туда в бану льется, уже ледяная вода, постепенно ванна чуть-чуть остывает, даже для того состояния, что я могу в нее сесть. И дальше мы сам и все как все нормально. Вот это в тот же момент и, наверное, на сегодня хватит. Так, давайте посмотрим. Мне было ли еще писем. Так, хорошо, напишу, на зиму американский первый год укрывает. Теперь работа змею, не знаю, вроде как это. Их хорошо. Вот я сейчас, кто видел, я устал, мне надоело. То есть, если мы с сыном колесим, я вам на продажу езжу, а потом несколько лет в слове францов мертвые. Или больные. Нет, скажу я себе. Я сейчас уже 10, чтобы себя посадил добавок, тем, что есть. Вот еще посадил 5-10. Почему? Что хотя бы сейчас сидеть не трогать, вообще не хорошее. Чтобы опять были как раз долгожители. Это у меня получается хотя бы до 15 лет я этим гордился. А это персики. А его я говорю, персики я увидите. Я вот так делал. И на первый год я посадил на холме, а я показывал еще покажу фильмы. Они вертикальны, другие на бок. То есть по дугам. Те, которые по дугам, и те, которые вертикальны. Сильнейшая блеска, остается востока, и короток, как вшерку надел короток в коробку. Вообще ничего не делал. Возможно, возможно, вы могли бы так персики спросить. То есть контакты, чтобы не было со снегом. Надел коробку, но это надо делать только когда морозом наступает. Они так легко выприваются. А если под коробкой вернулось осень. Под коробкой то есть снег был, был, начал таять. Под коробкой кто будет? Уже опасно. Клазер был сто процентов. И он еще портится. Он еще выпривать. Чем это украсть еще? Ну, я думаю, отличие. Абрикос в принципе очень надежен. Надо брать количество, чтобы провести первую работу. Обязательно отбор. Это будет любой самый далекий от всех человек. Хотите иметь? Вот. Это как вот тут случайно написано. Молодой сад, 50-100 остается на родителе. Отвечитесь сад, он будет сад всегда. А если вот 10 захотели иметь? Через 2 дней, через год 8, еще через год 5, потом 3, потом оставить без абрикоса, а еще ни один не плодоносил. Укрывать это для абрикоса, это надо просто иметь абрикосы, которые выдерживают любое мороз. Тем более, надо еще приподнять, охол посадить, чтобы метровый снег уже опасен. Когда садишь садишь, полметра уже не так опасен. Что делать? Абрикосы это... Ну, меня сразу повезло. Хакасия, мало сверху. Нету сега, хоть и пласть. Бывало за газы, бывало до Нового года, черная земля. проморозило, значит, абрикосы выдерживает до 35-40. Ну, бывает, урожай пропустит. И тут скорее за запрос. Ну, как мог обещал. Я против того, чтобы именно абрикосы укрывать. Вот так же как вы пишете рисканкой. Или делать так, полым укрыли, полым оставьте контрольными. Так, Александр. Не только лис и рысь по бегала и медведи по полям вокруг косу и скажем, не хватает. Да, я просто это, помните, как я говорил в фильме. У меня бы не это, у меня бы не сбежала. Ну, пёс-барбос, у меня бы не лежала, холодильник. Так вот у меня был охотник олюбили ого-либо косу и косу и волки тоже собак где род население убывает. вот почему. Откуда население убывает? Откуда браться охотником? Всё правильно, горькая правда. Отмышей хорошо шифером окружается осадик по периметру. Шифером А как они? А сами уже разрезаны плащиком мотухом открытись опять опять могут сзади плащиков бутылок. Сливы можно, дябли не можно. Дальше. Персики можно, и чёртый палец, вишни можно. Всё. Груши могут сгнеить, апельхозы могут сгнеить. Ну, а дальше на вашу смотрели. Так, ну что, друзья, мы закончили, хорошо поговорили. Вот. Снег 50 сантиметров, это полметра. Если на холм, то терпим. Это продолжение разговора про, про самый, про прикосы, про посадку. Всё, друзья, пока больше ничего не пишите, буду отключаться. Вот. Переход на воскресенье убавил зрителей, участников. Хотя, честно говоря, было голосование, сказали воскресенье лучше. Так. Вот. Ну, посмотрим, сколько будет просмотра. Хотел завязывать. просмотра мне еще не становится, ну и больше не становится. А вот Эльдар пишет, двое пишет. Не успел отключиться. Жалко. Нет, не жалко. Заодно третий час посвящен всегда в переписке. спасибо. доброе, друзья. Хорошие проговоры. Эльдар тоже сказал спасибо. Ну, три, пять, точно надо закругляться. До свидания, друзья. Ну, что надо заказывать виновы. Тогда течем. И сразу напоминать продвение напоминает эльдар. Пока. эльдар.